Здравствуйте! Мы на выставке Watches and Wonders, ведущей мировой часовой экспозиции. Крупные игроки отрасли собрались здесь, в Женеве, чтобы представить свои новые продукты. Давайте посмотрим. Слёт в Женеве собрал на одной площадке журналистов со всего мира, знаменитостей, тысячи профессионалов и 48-часовых компаний, которые состязаются за внимание покупателей, предлагая всё более совершенные дизайн и технологии. На стенде «Зенит» празднуют возвращение линии «Пайлот», запущенной в конце 19 века, а также продвигают новую версию модели «Дефай Скайлайн». Это настоящая жемчужина для ценителей всё более требовательных к качеству часовых механизмов. Молодое поколение — это люди с доступом к информации, которого у нас в прошлом не было. Вот почему они ищут настоящие вещи. Они хотят знать, что стоит за брендом, ценой, что стоит за этими часами. Хотят знать и понимать. И мы должны предложить им опыт, эмоции, страсть. Наши знания очень быстро прогрессируют и в правильном направлении. В витринах комплексов «Алиэкспо» мастера и дизайнеры часовые марки выставляют не просто экспонаты, но свою индивидуальность. Ассортимент экспоцентра широк. От спортивных машин до ювелирных изделий. И всё это с обязательной сегодня этической составляющей. Это пространство «Орис» часовой компании, которая находится в авангарде вопросов защиты окружающей среды. Этот независимый производитель часов развивает принятый в индустрии «Экотренд». Марка, которая в этом году поместила симпатичного лягушонка на свои новые часы, первой получила сертификат климатической нейтральности. Директор компании горд тем, что его команда регулярно проводит субботники по всему миру. «Не так давно люди хотели выпить бокал шампанского в шикарной обстановке, а теперь они ищут смысл и хотят что-то изменить, сделать лучше. Мы не выступаем за эксклюзивную роскошь, мы за роскошь инклюзивную. И поэтому мы делимся своей страстью к механическим часам с другими. Это то, что даёт нам энергию и любовь к нашему делу». Охрана океанов. Вот что заботит итальянскую компанию «Панерай», которая разместила свои витрины под парусами. Бывший поставщик оборудования для водолазов итальянского флота компания сохранила крупные иллюминисцентные корпуса, но сегодня делает ставку на переработанные материалы. «На этой выставке вы видите, насколько мы в Панерайе любим театрализованное представление нашего бренда. Подобный подход вы найдёте и в наших бутиках. То есть мы воплощаем идеи зрелищного салона «Watches and Wonders» в наших магазинах на протяжении всего остального года». Чуть далее фирма «Лан Геунцон» представляет новый хронограф. Компания громко заявляет о своих немецких корнях, акцентируя внимание на практичности и прочности своих моделей. Марка увидела свет в Саксонии почти два века назад. Сегодня она олицетворяет здоровое начало часовой индустрии класса «Люкс», выпуская часы в ограниченном количестве. «Будущее наше светло, пока мы уверены, что у нас достаточно молодых часовщиков. Убеждён, что коммуникация работает хорошо, и мы остаёмся актуальными. В мире достаточно людей, которым близка идея, что вот человек прикладывает усилия, доводит до совершенства маленькие детали, которые в конечном итоге и образуют часы». Одна из задач отрасли — поощрять совершенствование экосистемы, находящейся на перекрёстке, ремесла, дизайна и технологий. Эти темы специально изучали в пространстве The Lab. NFT, Metaverse, Blockchain — вот темы, которыми сегодня увлечены молодые. Это пространство для развития новых идей позволяет нам познакомиться с теми, кто делает часы, носит часы. Ничто не сравнится с обсуждением и налаживанием контактов. А салон Watches and Wonders — место, где такое возможно. Организаторы слёта не скрывают надежды сделать Женеву мировой столицей часового искусства. Впервые мероприятия организованы не только в выставочном комплексе, но и в центре города. Для гостей предусмотрены конференции, экскурсии, дни открытых дверей. Группа Mother and Company демонстрирует широкой публике свою коллекцию, которую очень редко можно увидеть вблизи. У нас много часов, которые распроданы, поэтому порой люди по всему миру не могут найти часы в магазинах. А здесь мы представляем им полную коллекцию. Они могут рассмотреть модели, померить их. В Женеве проходит просто невероятная неделя. Вокруг столько людей, столько внимания. Мы обязаны принять в этом участие. Ещё одним признаком решимости Женевы стать глобальным часовым центром стало открытие Watches and Wonders для широкой публики. Впервые в течение всех выходных. Продолжение следует...